Всем привет, друзья! С вами строитель Майнкрашка. Здарова, отец! Как ваши дела? Давно с вами не виделись, и мы очутились в каком-то неизвестном с вами районе. Тут у нас куча, куча земли, маленькая ретюшка, много цветов. А это значит, что новая постройка. И сегодня у меня возникнет в голове одна идея. А давайте, наконец-таки, построим мое любимое сооружение. Точнее, одно из моих любимых сооружений во всем мире. Это дамба. Или, как проще ее называют, гидроэлектростанция. Да-да-да, это весьма технологическое сооружение. И требует больших затрат по ресурсам, а также по механизации. И, собственно, да, я эту механизацию учту. И сделаю так, чтобы дамба открывалась, закрывалась, вода текла, не текла. То есть у меня будет все абсолютно автоматически работать. Это, естественно, у меня будут какие-то ворота, рестон сигналы, какие-то механизмы. Ну и сама дамба. Четко. Также я неспроста выбрал вот эту местность. Она весьма подходит, чтобы сделать какую-то речку. И вот здесь я уже практически начал бурить вот эту землю. Вы только посмотрите. Немного пробурил. Конечно же, осталось еще немного. Ну что, пошли бурить. Встретимся, когда я полностью эту местность пропылесошу. Пока я это делаю, друг, не забудь про лайк и подписку. А также нажать на колокольчик, чтобы не побыскать мои новые ролики. Абсолютно крутые и классные. По большим постройкам. И не только. Я буду тебе очень благодарен. И вот, собственно, я построил вот такое вот своеобразное угуление или ров, где у нас, собственно, будет речка. А вот здесь по седине я специально оградил, чтобы здесь построить саму дамбу. А здесь я уже залил водой. Это весьма трудный процесс. У меня даже некоторые, видите, имеются участки, где вода неровно. Она стекает. Какими-то буквами С, полосками и такое. Это весьма было сложно сделать. Я знаю, мне могут многие написать в комментариях. Братан, можно же поставить сюда наверх в полосу земли или каких-либо блоков и наверх заливать воду. Потом эту полосу убирать. Я знаю, братцы, я знаю, как это можно сделать. Но я решил пойти через задний проход, так сказать, и сделать все по-своему. Да, вот такой вот я человечек. Делаем с вами основание этой дамбы. Она будет из каменных кирпичей. Делаем по всей длине. Вот такое, типа, основание у нас будет. В дальнейшем мне надо сейчас выбрать вот это вот место. Поставить вот такие вот колонны, где, собственно, будут у меня открывающиеся слюзы. Откуда будет, собственно, часть вода. А вот здесь, наверху, я планирую сделать такую декорацию в виде генераторов. То есть, в чем состоит суть? На любой гидроэлектростанции или дамбе имеются такие вот генераторы с лопастями. Собственно, будут крутиться они и вырабатывать электричество. В дальнейшем я посмотрю, как это можно расположить здесь. Вот такие две колонны я сделаю. С этой стороны и с этой стороны у нас будут такие вот шлюзы, откуда будет течь вода. В дальнейшем мне, конечно, сейчас надо сделать вот такие вот огородки специальные, чтобы закрыть эти, собственно, шлюзы. Чтобы у нас чекла вода не заполнялась через эти дырки. Я тут немножко накосячил, правда, у меня протекла вся вода. Пришлось вот это все закрывать блоками камня, да. Далее, собственно, пришло время декорации. И я планирую следующим образом сделать какую-нибудь арочную декорацию вот здесь. Чтобы было какое-то своеобразное такое отверстие. А наверху у меня будет такой навес большой-большой деревянный из каких-либо досок. Возможно, березовых, возможно, каких-то еловых. А по бокам вот здесь будут такие вот башни. Башни как будто управления этой дамбой, этой гидроэлектростанцией. Я тут возле своей постройки поставил такую вот небольшую кровать, чтобы поспать. Можно было нормально, чтобы мне не маячили всякие фантомы наверху. А также, чтобы мне ночную не рубить и не строить эту всю конструкцию. Также мне нужно разрубить вот эти вот холмы небольшие, которые будут препятствовать постройке моих башен. Они у меня будут с этой стороны. Ну вот, собственно, всё, что я построил на этот период. Такая вот большая опора, фундамент для моей дамбы. Так, немного там вот там надо будет оформить землёй, чтобы закрыть это всё пространство вон ту дырку. Посмотрите, вот такой вот маленький дизайн, что я и говорил, собственно. Такие маленькие отверстия делают для украшения. Внизу вот такое сливное такое устройство, откуда, собственно, будет и течь вода. За ними будет, собственно, у нас такие вот лопасти генератора, которые будут, собственно, вырабатывать электричество. Давайте переместимся на обратную сторону, покажу всё, что у меня тут есть. Тут тоже самое, такая же конструкция. А внизу вот такие вот тоже отбойные такие колонны, где у нас, собственно, вода и будет поступать. В дальнейшем я здесь перекрою пространство, чтобы разместить здесь всё оборудование, то есть из блоков его сделать. Затем нужно расставить по всему периметру вот такие вот обычные еловые брёвна высотой 3 блока. Посмотрите, вокруг полностью также оступать между каждым по 3 блока. А затем идет весьма морочная работа. Смотрите, на каждую вот эту вот колонну из брёвен надо поставить с обратной стороны, чтобы лицевая часть этого бревна была наверху. Посмотрите, как вот этот пример. Прошло очень много времени моих мук, страданий и, бесспорно, потраченных нервов. Я всё-таки это сделал. Я сделал также, смотрите, вот такую вот опоры для башен. У нас имеются вот они высотой 5 блоков ещё вверх на двоих крайних опорах. Вот здесь я планирую, собственно, сделать небольшую такую арочную крышу с одной стороны на другую из каких-либо берёзов или хьеловых полублоков или блоков, а также ступенек. Между этими колоннами у меня будут какие-то окна своеобразные, украшенные зеленью, а также ступеньками для лучшего объёма. Из них можно будет наблюдать, как течёт здесь вода. Это, думаю, очень увлекательно и классно. Весь в Майнкрафт-осъене я потратил изготовление вот этой вот самой крыши, которая сделана из полублоков. То есть, посмотрите, если сюда смотреть, вот она целая крыша. Четыре уровня здесь и четыре уровня там. Также, чтобы прикрыть вот эти вот основные балки, я задействовал сюда нажимные плиты. Я, конечно, думал сюда поставить какие-то люки, но дубовых люков таких вот нету. У нас из светлого дуба нет таких люков. Также я поставил сюда такие вот полублоки. Думал, конечно же, ещё выступ сделать, но потом передумал. А вы знаете, я что-то посмотрел, но так я решил всё-таки, всё-таки сделаю эти удлинения. Пускай будут для лучшего объёма. Теперь мне нужно над каждым оконным проёмом поставить вот такие вот дубовые ступеньки, чтобы можно было скруглить эту всю поверхность. Вы только гляньте, как у нас преображается эта великая постройка. Давайте с вами расскажу, что я, конечно, тут добавил. Собственно, я добавил вот эти вот ступеньки. Также вниз добавил вот такие вот заборы и калитку, чтобы можно было так на них облокачиваться, смотреть на этот самый водопад, который будет стекать с этой дамбы. Также для украшения и для малого объёма я, конечно же, добавил к этим стойкам вот такие вот трейбдоры, а также к ним вот такие вот таблички. И вот сюда, собственно, я добавил такие вот светильники, лампочки. Но что это будет выглядеть вообще эпично? Я прям шикую. Скорее хочу этот проект закончить и посмотреть на это чудо. Далее мне нужно сделать, собственно, стенку для вот этих башен. Какую мне стенку сделать? Из какого материала? У меня есть четыре древесины, обтёсанные. Именно из них я хочу сделать. Но выбрать какую, я не знаю. Есть такая вот берёзовая, есть бревно тропического дерева, есть дубовое бревно, а есть еловое бревно. Тут больше всего подходит, конечно же, вот это, вот это и вот это. Но я думаю, можно сделать, проэкспериментировать и сделать его из берёзового бревна. Ну что ж, погнали это делать. Вот что, собственно, я и сделал. Вы только посмотрите. Это выглядит весьма эпично. Правда, я долговато немного это делал, потому что выбирал, где какой блок поставить, а также где поставить освещение, лючки и тому подобное. Это такая весьма кропотливая работа и требует такого архитектурского таланта. Давайте скажу, что я сделал, собственно, поставил тоже такие же самые ступеньки, люки, а также освещение. Поставил вот такие вот белые стеклянные панели со всех сторон, то же самое, собственно. Под этими окнами я поставил вот такие вот тоже люки, чтобы как-нибудь выделить их. Теперь осталось дело за малым. Нужно сделать крыши, особенно красивые и ровные крыши для этих башен, а также внутреннюю окантовку, то есть сами декорации, генераторы, какие-то механизмы, а также самый главный механизм, который будет поднимать, собственно, вот такие вот люки, где будет, собственно, тучеть вода. Но для начала лучше поспим, потому что надвигается ночь. По-моему, это уже очень классно выглядит. Вы посмотрите, ночь, освещение работает просто идеально. Кайф, полный кайф. В итоге, гляньте, какие два генератора такие сделают. Вы только посмотрите, реально, как будто каких-то два реактора, которые сейчас взорвутся, какие-то бомбы. Но на самом деле это такие генераторы. Стоит, конечно же, сейчас полностью детализировать эту поверхность, а также сделать выход вот на эту верхнюю башню, такую технологическую лестницу и что-нибудь там украсить. Также, посмотрите, я сделал вот здесь такую вот решеточку в виде заборов. Они у меня сделаны из оптёсаного елового бревна, а также вот таких вот сеток специально сделал. Братец, ты что здесь забыл? Скоро здесь будет вода и тебя потопят. Ну-ка, пошёл отсюда. Ты ещё сюда-сюда своих животных привёл? Ой, чувствую, не поздороваться им. Ай-яй-яй. Также вот такие вот крыши я сделал. Я специально сделал в таком древнерусском стиле, чтобы были вот такие вот выступы поднимающиеся. По-моему, это выглядит весьма эпично. А также добавил освещение сюда вот такое. Убрал отсюда люки и добавил такие вот лампочки. То же самое и с той стороны. По бокам вот этих, со стороны вот этой крыши, сделал такую же самую вот окантовочку. Люки, лестницы, а также окошко. Надо сюда, конечно же, окошко вставить. И, конечно же, не забыть про люк. Друзья, я наконец-таки дострою эту большую, а главное, функционирующую даб. Вы только посмотрите, какая массивная конструкция получилась. Это нечто невероятное. А вон там внутри кое-что интересное светится. Такое красное и белое. Давайте с вами туда залетим. Я покажу всю конструкцию. Это, друзья, два вот таких генератора, которые будут преобразовать энергию воды в электричество. Но, естественно, это, как многие могут подумать, это декорация. Декорация, на самом деле, они не работают. Для того, чтобы они работали, это надо мод create скачать. Но он у меня, к сожалению, нет и не пойдёт. Ну, как сказать, не пойдёт, но у меня потом компьютер от него полностью сгорит. И на нём можно будет жарить яички. Вот! Также для декорации я добавил вот такие вот своеобразные устройства, которые, смотрите, у нас тут повторитель, датчик дневного света, а также наблюдатель. Вот такие вот ящички. Кстати, вот сюда я потом добавлю окошко, чтобы можно было наблюдать за потоком воды. Надеюсь, такие в настоящей гидроэлектростанции есть. Я, честно говоря, не помню. Наверное, эти башни также имеются такой вот подъём, чтобы можно было наблюдать за этим потоком воды, а также за природой. На второй стороне то же самое. С другого конца этой... Там бы я добавил вот такие вот рычаги управления. Один для декорации, а второй реально управление будет управлять такой вот заслонкой, которая будет... Или заслонкой, или шиберем, которая будет управлять потоком воды. То есть из главного водохранилища подавать воду на отсечное, чтобы сюда шла вода и тем самым вырабатывала в электричество. О нет, как я ненавижу этот дождь, опять он пошёл. И собственно вот эти вот шиберы или заслонки находятся вот здесь. Они у меня сделаны из полированного гранита. То есть когда я нажимаю на рычаг, они опускаются и вода из главного бассейна перетекает в такой вот отсечной. Тем самым будет вращать у нас вот это вот колесо с лопатками. Я его добавил, ну и слегка такое простенькое устройство сделал. Эти заслонки приводятся в движение с помощью липких поршней, а вся коммуникация по приводу находится внизу. Также смотрите, я добавил сюда вот такую вот своеобразную декорацию, типа вода будет уходить туда глубоко в землю. Такая вот своеобразная решёточная подземная коммуникация. По-моему это выглядит весьма эпично. Также понадобавлял везде, по земле и по окружности освещение, которое спрятал за кориками, чтобы ночью это всё строение светилось и было очень красиво. Также освещение добавил я и под воду, вон туда вниз, поставил фонарики, а также добавил такое вот озеленение. По-моему это очень круто. Эх, жалко я не могу шейдеры включить. Тут бы такая красота была, просто глаз не оторвать. Ух, ну давайте с вами испробуем, как же с нами работает эта дамба. Дамба. Нажимаем на рычаг и вы только посмотрите, вода хлынула из того бассейна прямо сюда. Ух, это просто гениально. Давайте посмотрим, что у нас там внутри находится. Практически ничего, потому что у меня под этим настилом скрывается весь механизм управления. Там под низом тут таких три поршня, здесь три поршня и сам механизм привода. А вот это такие вот оси, где имеются лопатки из заборов, которые возможно будут приводиться в движение и вырабатывать электричество. Да, конечно, в этой дамбе много чего не добавлено. Это, например, такие вот линии электропередач, которые, собственно, и будут питать какое-нибудь мирное население или деревушку своим электрическим током, а также опоры этих контактной сети. Но я так считаю, что эти опоры и провода будут мешать эстетике преображения этой дамбы. Просто посмотрите, она без этого выглядит весьма красиво и эпично. А главное, стильно, с такими вот объёмными лесенками, какие-то выступающими брёвнами, кнопками, а также вот такими светильниками. Особенно мне нравятся крыши. Посмотрите, как это красиво выглядит и по-древнеевропейски. Это просто шик, шик и модерн. Наступает с вами ночь и просто посмотрите, эта дамба преображается на свете луны. Просто класс. И освещение добавляет определённый шарм. У меня просто нет слов, я до сих пор этим любуюсь и мне нравится этот проект. Друг, если тебе понравилась эта дамба и этот проект, пиши в комментариях. И не забывай про лайк. Проджать очень жирный и крутой. Я думаю, тебе это тоже понравилось. Не забывай про подписочку. Но я с тобой не прощаюсь, я говорю до следующих постройок. Пока-пока.